День жестянщика Замок Брэнденбург разбирает по кирпичикам, разрушит ли кризис и без того разрушено историческое здание, и кто в ответе за немецкое наследие. Пианино в дар от именитого музыканта Дмитрий Маликов подарил калининградскому школьнику инструмент мечты. Автобус протаранил в две легковушки, в ДТП под Калининградом пострадали двое взрослых и ребенок. Николай Цуканов в эконом-классе и первый весенний снег. Что еще калининградцы обсуждали сегодня в социальных сетях. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Катерина Бирюшинская и главная тема дня. Снежный март или весенняя зима? Внезапно выпавшие осадки вызвали буря эмоций в социальных сетях. Обновлены ленты новостей в инстаграме и фейсбуках. Автомобили с угроба помещены на аватарке. Снег, которого не ждали в начале марта, обрадовал пешеходов и фотографов. Но автомобилисты восторга не разделили. 18 аварий за одно утро. Будечная среда превратилась в день жестянщика. Основные магистрали перегружены. Снег затруднил движение легкового и общественного транспорта. ДТП зафиксировано на улицах Челнокова, Генерала Будкова в Московском проспекте и ряде других мест. Снегоуборочная техника выехала на дороге Калининграда еще затемно. К 11 утра проезжие части были чистые и КАМАЗы сменили под металльные машины. За неполные сутки коммунальные службы высыпали на дороге 4 тонны песко-соляной смеси. Центральный парк обычно убирает 5 наемных дворников. Сегодня эти люди на ногах с 7 утра. По их оценке, выпавший в марте снег скрыл землю на 15 сантиметров. Сотрудники ГИБДД и метеорологи предупреждают водителей и пешеходов, что снег в Калининграде будет идти до конца недели. Столбик термометра будет опускаться до минуса ночью, а днем на дорогах ожидается гололедица. Госавтоинспекция призывает соблюдать безопасный скоростной режим и не пренебрегать правилами дорожных движений. Лучше опоздать, чем успеть попасть в ДТП. И к другим темам. Экономический кризис в Калининграде перерос в кризис исторический. Городские активисты забили тревогу. Из-за нехватки средств в поселке Ушакова могут рухнуть стены замка Бранденбург. Как рассказывают местные жители, сейчас руины 18 века буквально разбирают по кирпичикам. Тем временем по всей области таких объектов культурного наследия без преувеличения сотни. Разрушить ли кризис до конца и без того разрушены исторические здания, узнавала наша съемочная группа. Вход на территорию замка, если эти руины сейчас, конечно, можно так назвать, категорически запрещен, гласит табличка на заборе. Но устрашающая надпись, как мы видим, не действует. И проникнуть внутрь без труда можно через эту самодельную дыру в заборе. Еще одна табличка добавляет, объект находится под охраной и видеонаблюдением. На территории замка наша съемочная группа гуляла больше часа и вместо сторожей сопровождали нас только местные жители. Он еще крепко, еще лет столько стоит. Калининградец Андрей Подлепич по профессии строитель, поэтому на Бранденбург смотрит под другим углом. Тевтонский кирпич, кстати, весьма ценный не только с исторической точки зрения, но и материально здесь повсюду. И как уже шутят местные жители, в поселке Ушакова почти все сараи из этого самого кирпича. А ведь строили этот замок, как добавляет Андрей, на века. Здесь как, не то что русские ложили, ровненько, хорошо. И восстановить его здесь можно за нормальное время. Я вам как строитель говорю, что здесь можно сделать все быстро, не как подрядчики. Делать все это долго. Еще один инженер-строитель по профессии и общественный активист по призванию Анатолий Журату в это время прогуливается на территории еще одного исторического памятника. Здание бывшего отдела внутренних дел Ленинградского района. Мужчина второй год подробно изучает наследие Пруссии. Этот объект привлек его неспроста. Здание без крыши больше года. От этого, считай, на грани полного исчезновения. А ведь ранее пережило две мировые войны. Ну тут конфликт двух интересов. Муниципальный интерес и УВД интерес. Каждый говорит, здание не мое, кто хочет, тут и строит. Но нам, горожанам, от этого не легче. Пускай она кому хочет принадлежить, там, Васе, Петрову, УВД, там, муниципалу, нам все равно. Мы хотим, чтобы здание было восстановлено, чтобы оно было красивое. Это не просто исторический объект. Уникальным его делают сохранившиеся с 19 века украшения в виде голов Марса и Афины. Кто займется их восстановлением или хотя бы консервацией, вопрос до сих пор открытый. Но время в таких делах, рассказывает Анатолий, особенно безжалостно. Каждый год в городе пропадает несколько исторических зданий. Вот, например, на Кружной в этом году погибло. В прошлом году на Камской умерло здание. На их месте возникают небоскребы. Никто из нас, из туристов, не ездит в Балт район, не ездит на Сельму. Они ходят сюда, здесь гуляют. Вот наша историческая ценность, которая должна быть сохранена и за которой мы боремся. Тем временем у собственников каждого из памятников архитектуры оправдание одно – финансы не позволяют приводить их в порядок. А тут еще и сложная экономическая ситуация в стране. Историк Сергей Рымболович такой ответ принимает, но в этом случае, по его мнению, на помощь должны прийти меценаты. Сейчас тяжело. И на первое место выходят социальные аспекты. Это детские садики, школы, здравоохранение. И уже восстанавливать эти здания становится очень сложно. Вы знаете, сколько у нас в замках? Посчитать их сейчас трудно. Они находятся либо совсем в руиненном состоянии, как Рогнит в Немане или Бальга, недалеко от Мамонова, но и в достаточно хорошем состоянии, как Вальдау, флигель замка Пресешилау в Багратионовском. А в замке Бранденбург, как вспоминает историк, и вовсе хранилась часть креста, на котором был распят Иисус Христос. Возможно, именно поэтому объект еще в 2010 году отдали в пользование русской православной церкви. Сейчас он в федеральной собственности и в прошлом году даже получил деньги на восстановительные работы, рассказывает руководитель службы эксплуатации Калининградской епархии Михаил Черенков. Были расчищены завалы одного из зданий Форбурга. И, к сожалению, тот подрядчик, который проводил эти работы, он весь этот мусор оставил на территории замка. И сейчас, дабы сохранить кирпичи, которые там просто разбросаны, мы решили их собрать и увезти оттуда, потому что на территории сохранить их очень тяжело. Сейчас мы готовим заявку, мы попытаемся в этом году замок включить в федеральную целевую программу также, но решать будет Москва, исходя из тех финансовых средств, которые есть у Министерства культуры Российской Федерации. Бывшая янтарная мануфактура кроется аптекой и десятки замков. Исторические объекты Калининградской области можно перечислять бесконечно. Только от этого они в приличный вид, к сожалению, не придут. И пока замок Бранденбург ждет попадания в федеральную программу, местные жители продолжают растаскивать его по кирпичикам. Светлана Федорова, Максим Кириченко, Служба новостей, Город. Цены на огурцы снизятся в апреле. Об этом заявили местные фермеры на встрече с министром сельского хозяйства Владимиром Зарудным. Первая партия свыше 10 тонн уже поступила в торговые сети области. Но, несмотря на богатые урожаи, цены продолжают расти. Сейчас продавать огурцы будут по 150 рублей за килограмм. Сегодня в области есть два крупных предприятия по производству овощей. Однако полностью обеспечить местный рынок продукции они пока не могут. Для увеличения объемов построили собственную генераторную станцию, обогревающую теплицы. Правда, обслуживание оказалось дорогим. Соответственно, подорожали и овощи. В прошлом году в это время цена была 140 рублей. Но повышение цены обусловлено реальными причинами. Вызов одного специалиста из Польши для обслуживания генераторов, не считая накладных расходов, составляет 1300 евро в день. Нам приходится эти расходы в стоимость продукции включать. Увеличение светового дня позволит тратить меньше энергии на отопление и освещение. И это сразу же отразится на цене, уверяют производители. Кроме того, местная продукция значительно качественнее импортной. Мы сможем конкурировать по качеству, по свежести, по доступности. Ну, например, срок поставки огурцов из этой теплицы исчисляется часами. Практически без потерь национальное производство в Калининградской области. Сроки доставки минимальные, сроки оплаты минимальные. Поэтому здесь абсолютная выгода приобретать местные. И к другим темам. С калининградских дорог могут исчезнуть маршрутки, а фасады домов на 22 улицах реставрировать не будут. Подробнее об этом и не только. Далее в короткой строкой. Оптимизация транспортной схемы началась. С калининградских дорог исчезнут более 100 маршруток и ряд автобусов. По мнению мэра Александра Ярушука, количество общественного транспорта превышает норму для города в полмиллиона человек. Бюджет порезали. В Калининграде отказались от масштабной реконструкции фасадов домов к чемпионату мира по футболу. Из 25 улиц облик зданий обновят только на трех. В списке остались Ленинский проспект, Солнечный бульвар и набережная Трилуса. Мост на Аллее Смелых закроют на полгода. Власти Калининграда заключили контракт на его реконструкцию. Ранее планировалось заменить его на новый. Но испытания показали, что конструкции путепровода прослужат еще не один десяток лет. После ремонта по мосту снова пустят автобусы, которые убрали в январе этого года. 20 марта жителей нашей планеты ждет полное солнечное затмение. Самое крупное за последние 16 лет. Увидеть это яркое астрономическое событие смогут и калининградцы. Правда, частично. Его максимум придется на 11 часов 59 минут. По словам ученых, на здоровье людей это никак не отразится. Конфликт разрешился. Директора шести калининградских школ написали в мэрии объяснительное по поводу сходки учащихся на стадионе Балтика. В записках говорилось, что дети пришли на хоккей. А массовой стрелки не было. Однако учителям рекомендовали провести со школьниками воспитательную работу. Напомним по данным, СМИ в минувшую субботу около 200 подростков пришли на стрелку и за ссоры между двумя ученицами. Дмитрий Маликов подарил синтезатор калининградскому школьнику. Такой приз достался пианисту Светлогорска Никите Колодину по итогам конкурса, который популярный певец организовал для молодых исполнителей. Никита музицирует с 8 лет, но после знакомства с Дмитрием Маликовым прошлой осенью музыкой стал заниматься в три раза больше. А тогда на сцене Дома искусств Никита вместе с композитором и еще одной участницей в три руки исполнили полет шмеля. По условиям конкурса нужно было наизусть сыграть одно или два произведения из альбома «Панацея», записать и отправить видео на конкурс. Никита Колодин записал все 13 произведений. Главный приз отправился в Севастополь. Еще пятеро ребят получили айподы. А вот Никиту ждал сюрприз. Я думала, что он пришлет мне MP3-плеер, который сказал, что три лучших пианиста получат MP3-плеер. А вот он мне прислал синтезатор «Кассио». Современная электроника позволяет воспроизводить звуки органа и клавесины, инструменты, для которых свои произведения писали Бах и Моцарт. Сейчас музыкант готовится к отборочному туру конкурса «Астана Пиано Пэшнг», который проводит легендарный пианист Денис Мацуев. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Автобус протаранил две легковушки. В ДТП под Калининградом пострадали двое взрослых и ребенок. Клюпаны, хризантемы, розы и орхидеи. Во сколько в этом году обойдется праздничный букет 8 марта? Николай Цуканов в эконом-классе и первый весенний снег. Так что еще? Калининградцы обсуждали сегодня в социальных сетях. Все это через пару минут. Оставайтесь с нами. Вы смотрите службу новостей города и мы продолжаем. И вернемся к первой теме. Сотрудникам ГИБДД пришлось потрудиться не только в черте города. Из-за сильного снегопада аварии случались ежечасно в разных точках области. Так, на старой дороге на Светлогорск в районе поселка Романово в Кювет съехала снегоуборочная машина. Наш эфир продолжит рубрика «Место происшествия». Сегодня утром на Балтийском шоссе в районе поселка Люблино автобус протаранил два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель автобуса ехал из Калининграда. Выехав из-за поворота, он увидел поваленное на дороге дерево. Мужчина применил экстренное торможение. Из-за скользкого асфальта автобус начало заносить, и он выехал навстречу. Где столкнулся с двумя автомобилями – Рено и Фольксваген. Последний оказался зажат между придорожным деревом и виновником ДТП. В результате аварии пострадали оба водителя легковушек. Кроме того, травму получил маленький ребенок, находившийся в Фольксвагене. В автобусе пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка. На основании того, что жена с ним изменила, я решил так и отомстить. На результат мести этого 30-летнего калининградца сейчас без слез не взглянешь. Красный Рено, еще недавно принадлежавший его знакомому, похож скорее на груду металлолома. Мужчина поджег автомобиль поздней ночью, поэтому жильцы не успели быстро отреагировать. Пытаясь спасти имущество, жители улицы Ямской использовали все подручные средства. Еще немного и от огня мог загореться и дому припаркованной машины. Облил керосином заднюю часть и поджег спичками. Ну, был выпивший немножко, да. Но я готов свою вину отводить и с ним все, ему весь ущерб все восстановить. По словам задержанного, такой всплеск негатива произошел не только из-за спиртного. А еще потому, что жена поджигателя предпочла ему владельца красной иномарки. По горячим следам был задержан гражданин, который завершил данный поджог данного автомобиля. В ходе дальнейшей работы с ним была взята явка с повинной. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается. Этот 20-летний житель Советска совсем не рад такому вниманию от полицейских. Такси, в котором он ехал, остановил экипаж ДПС. Настроение молодого представителя цыганской диаспоры сразу же ухудшилось. 400 свертков с порошкообразным веществом внутри. Полагать, что в них простая мука, было бы глупо. Скорее всего, это пайки с героином, приготовленные к сбыту. Но это уже выяснит экспертиза. Одного туда привез, он вышел, зашел за угол гаража. И вышел этот молодой человек. Сел в машину, попросил отвезти его к центру площади. Полицейские сразу же отправились на место, откуда водитель такси забрал своего нервного пассажира. Там оперативника встретил вот этот мужчина. Что-нибудь при себе имеете запрещенное? Да? Что именно? Нашел аж? Пакетики. Пакетики. А что в пакетиках не знаете, да? Здесь, да? Раз. Два. Три. Четыре. 45-летний дядя задержанного оказался не только счастливым обладателем, еще почти 250 свертков с героином, но и замечательным рассказчиком. История о находке такого количества наркотика поражала своей правдоподобностью. ДПСникова машину посигналила с сиреной. Так. Мужчина шел, кинул этот пакет и в дворы убежал. В настоящее время все изъятые предметы направлены на исследование. Мужчины доставлены в отдел полиции, где их проверят на причастность к незаконному обороту крупных партий наркотических средств. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Екатерина Степанова, служба новостей «Город». Цветочный рынок как театр, оптовая база, гримерка, а сцена – это магазины. В преддверии 8 марта на цветочных базарах настоящий ажиотаж. Началась приемка праздничного товара. Несмотря на кризис, цветы в празднике покупать будут. Но вот какие и по какой цене – это выяснял наш корреспондент Кирилл Попов. Уже шестой весенний праздник на работе. Продавец цветов Елена Дюкевич, как никто другой, знает, какие растения пользуются спросом в марте. Сама предпочитает дикую орхидею. Однако для калининградских мужчин название такого цветка звучит тоже по-дикому – альстермерия. Елена признается, что из года в год ассортимент растет. Но вот вкусы покупателей не меняются. Ассортимент сейчас очень большой. И хризантемы, и розы – большой очень выбор запахом без запаха. Есть фрезия, тюльпаны, весенний цветок. То есть все, что угодно, все, что захотят люди, мы можем им все предложить. Ну, в основном тюльпашки и риски. Неизменным остается выбор, а вот цены повышаются более чем в два раза. Так, например, сейчас за один тюльпан придется отдать 70 рублей. Но, как уверяет Елена, к каждому клиенту особый подход и возможны скидки. Кроме того, продавец согласилась поделиться тонкостями своей профессии и раскрыла несколько секретов. Смотрите, тюльпаны не любят очень много воды. Им достаточно чуть-чуть, ну, вот столько вот. Потом, если у вас нет возможности купить 8-го числа, а вы покупаете пораньше, их нужно сохранить. Просто поплотнее завернуть тюльпашки и поставить в холодное темное место. Покупать цветы заранее очень актуально в этом году. 8 марта приходится на воскресенье. Поэтому многие женщины получат букеты еще накануне, в пятницу. Например, от коллег по работе. Кроме того, в сам праздник в магазинах по традиции будет ажиотаж. Поэтому флористы советуют заранее подумать над подарком. Сейчас флористы предлагают огромный выбор цветов. От классических роз до экзотических альстермерий. Поэтому мужчинам приходится проявлять фантазию, чтобы удивить своих дан. Если 8 марта вы подарите вот такой букет, будьте уверены, у вашей спутницы это вызовет бурю положительных эмоций. Специалист по воздушным цветам Марина оказалась девушкой стеснительной. И общаться на камеру отказалась. Однако в личной беседе рассказала, что покупатели называют ее продавцом радости. Ведь такая композиция из шариков вызывает у женщин всех возрастов только позитив. Ну а наша съемочная группа решила узнать, как калининградцы обычно радуют своих любимых женщин. Ну я обычно дарю розы, ну по любому поводу. Но я думаю, это самые лучшие цветы. Исключительно тюльпаны. Ну розы, например, белые. Я красные люблю дарить розы. Тоже розы? Да, но только красные. Тюльпаны. Тюльпаны? Да. А что у тюльпанов? Ну они более красивые. Исиантус. Лилейник. Тюльпаны. Тюльпаны? А какие хотелось бы? А я все цветы люблю. Мне все нравятся. А тюльпаны весенний, нежный цветок. Как оказалось, действительно, традицию в выборе цветов и в этом году мало кто нарушит. Но в то же время последний ответ только подтвердил мысль о том, что важен не подарок, а внимание. Кирилл Попов и Михаил Эльбаум. Служба новостей. Город. Николай Цуканов осваивает эконом-класс. А первый весенний снег в Калининграде стал самой обсуждаемой темой в интернете. Чем еще сегодня делились пользователи в социальных сетях? Смотрите далее. Экономия бюджета не на словах, а на деле. Губернатор Калининградской области Николай Цуканов замечен в эконом-классе и при этом с удовольствием делает селки с представителями молодежи. С первым весенним снегом такими поздравлениями обменивались жители нашей области. В среду утром в Калининграде выпал снег. Пользователи тут же схватились за видеокамеры. Ведь белые хлопья, летящие снега в начале марта явления для нашего города редкое. На прием в администрацию Калининграда постучался необычный посетитель. Рано утром к окну мэрии прилетела чайка. Сотрудницы гадали, то ли с жалобой, то ли на работу устраиваться. Калининградцы Никита Степанюк и Арсен Касалиев стали участниками популярного на Украине ТВСО «Рассмешив комика». Ребята шутили, зал смеялся, победу юмориста не одержали, но зато получили хорошую порцию зала. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, давайте дружить в социальных сетях. Выкладывайте фото и видео с хэштегом «Один городской канал». Ну а теперь настало время и вам поделиться своими хорошими новостями. Мы учимся на медицинском. Это и есть уже хорошая новость, то, что нас пока не отчислили. Пятерочку получили по тесту. Тоже замечательно. Самое главное, что очень понравилось нашим гостям, рыбам в ресторане, конечно, икра. Шварц. Шварц. Вдруг поженился. Новость довольно приятная. Мы съездили на море с ребенком, где солнце, лето, хочется уже солнышко и лето. Мы ждем братика. Еще ремонт мы заканчиваем. Вторая хорошая новость у нас. Правнук радует вас. Видите какой? Здоровенький, хорошенький, красивенький. А на сегодня это все. Если вы стали свидетелем уникального события, звоните нам по телефону 555085. В студии для вас работала Катерина Грившинская. Всего вам доброго и до встречи.